В эфире канал России итоговой информационной программы События недели. В студии Ашемес Пхешхов. Доброе утро. В парламенте Республики составилась очередная 17-я сессия. Депутаты рассмотрели 24 вопроса. Основной из них касался налоговых каникул. Они продлены до 1 января 2024 года в виде нулевой налоговой ставки для налогоплательщиков. Индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Карачао-Черкесии, перешедших на упрощенную или патентную систему налогообложения. В отношении видов предпринимательской деятельности, производственной, социальной и научной сферах. А также в сфере бытовых услуг населению. Также созданы условия для обеспечения плавного перехода предпринимателей с ЕНДВ на другие налоговые режимы. Президент России поручил начислять выплаты студентам-медикам, помогающим в борьбе с COVID-19. Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства предложил поощрять выплатами в размере 7-10 тысяч рублей студентов-медиков, работающих в медучреждениях, помогающих в борьбе с коронавирусной инфекцией, но труд которых напрямую не связан с лечением больных. Глава государства подчеркнул, что привлечение практикантов позволило высвободить специалистов для работы в красной зоне. Он предложил студентам вузов, аспирантам и ординаторам платить по 10 тысяч рублей в месяц, студентам колледжей по 7 тысяч рублей. Специальный колл-центр открыли на базе поликлиники Центральной Прикубанской больницы. Это решение было принято руководством медучреждения в связи с пандемией, чтобы более тщательно вести контроль над лечением амбулаторных пациентов. По словам главного врача Султана Датуева, ежедневно в больнице проводит 45 заборов биоматериала. Ситуация с выявлением коронавируса находится под контролем, и госпитализация производится по степени утяжеления заболевания. Если раньше из-за привлечения врачей в ковид-госпитале ощущалась нехватка медперсонала, то сейчас принято 4 новых сотрудника, и ситуация выровнялась. А с появлением колл-центра ожидается, что лечение пациентов будет еще более эффективным. В их функциональные обязанности будет входить следующее. Это обзвон людей, которые лечатся на амбулаторном звене, которые выписываются со стационаров, их ежедневный мониторинг, ежедневный обзвон и с соответствующим введением в регистре, в федеральном регистре документации. И с введением их ежедневных дневничков. Когда закончится пандемия коронавируса, какие прогнозы у вирусологов? Согласно мнению многих мировых вирусологов, а также других специалистов, коронавирусная инфекция сможет исчезнуть из жизни людей только при определенных условиях. Так довольно сильно повлиять может на инфекцию массовое применение качественной вакцины. Пока идут испытания. Количество выявленных больных, хоть и не сильно, но растет. Какая работа ведется в отдаленных аулах? С чем сталкиваются врачи в период пандемии в сельской местности? Как изменился график работы медиков? Из амбулатории в Эльбургане. Репортаж Альбины Ламковой. Население аула Эльбурган составляет более 2000 человек. И естественно, почти каждый из этих людей когда-либо нуждался в медицинской помощи. Получить ее можно во врачебной амбулатории, находящейся на этой же территории. А в случае острой необходимости в Эльбургане располагается пункт скорой помощи. И в это непростое время, время пандемии коронавирусной инфекции, у медицинских работников в этих двух учреждениях жизнь изменилась. Медицинскую помощь оказывают не только жителям Эльбургана, но и соседнему аулу Нжичкун. Врачи амбулатории не оставят без внимания никого. Помогают людям. Вот, например, я обратилась вчера, но у меня не коронавирус, просто со здоровьем. Она мне написала лекарство, теперь буду капать. В это непростое время принцип работы у медиков, конечно же, не изменился. Они по-прежнему делают уколы, ставят капельницы, берут кровь, назначают необходимые препараты. Свою работу продолжает кабинет стоматологии, дневной стационар, педиатру которого всегда за дверью маленькие пациенты. В общем, нагрузка серьезная. Раньше за день бригада медработников выезжала к пациенту один-два раза. Сейчас до девяти выездов в сутки. Нагрузка вдвое-втрое увеличилась у нас. И, например, вот к нам в поликлинику приходит на обычный прием амбулаторный пациент. И ты даже не знаешь, чего ожидать. У него новая коронавирусная инфекция или обычная наша, что было ОРВИ. Врачей можно понять. Они переживают за свои семьи, потому что прекрасно понимают, что каждый вызов с повышенной температурой можно расценивать как потенциальный коронавирус. И медики эту инфекцию могут принести к себе домой. Так и было у Беллы Коховой. Она, как и большинство медоработников, уже переболела ковидом. Это было в первую волну пандемии. И этот период был самым тяжелым для медиков. Мы тогда не знали, что это за инфекция, как ее лечить, алгоритм. Сейчас очень прям все налажено. У нас и с Министерством здравоохранения, по госпитализациям, по лечению, по транспортировке на компьютерную томографию. То есть у нас человек сегодня вызов сделал. Вечером он уже получит, если ему необходимо, компьютерную томографию легких, лечение амбулаторное расписанное, на следующий день или по очереди, по очередности тест. Белла Кохова не могла не отметить и тот факт, что большинство пациентов врачебной амбулатории коронавирусную инфекцию переносят в легкой форме. Но есть и сложности, к сожалению, не без этого. Самое сложное – видеть, как человек тяжелеет. Видеть, как человек на 11-й день, например, приходит к тебе и говорит, что 11 дней он температурит, и только на 11-й день он обратился к тебе. Очень много таких больных. Справиться с вирусом возможно, добавив в заключение доктор. Для этого нужно быть бдительным, серьезно относиться к своему здоровью и доверять врачам. Альбина Ламкова, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж – больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Первого декабря торгово-рыночный комплекс «Европейский» открывается. Новый, комфортный, с широким ассортиментом и специальными ценами. Хутор Хорошевский, улица Шоссейная, 25. Город покупок «Европейский». Все лучшее в порядке вещей. Изготавливаем ворота, навесы, перила, металлические и кованые двери. Выезд, замер и установка бесплатная. Телефон 8-928-787-0381. Инстаграм, ворота, нижнее подчеркивание, Умар. Только 29 ноября дорого куплю волосы. Натуральные от 40 сантиметров, крашенные и седые от 45 сантиметров. А также часы СССР в желтом корпусе. Черкесск, улица Лара, 40. Салон «Милашка». В меховом магазине фабрики «Аделина» «Черная пятница». Все цены пополам. Только с 21 по 29 ноября. Пятигорск, Широкая, 117. Ищешь стабильную работу? Военная служба по контракту. Твой выбор. Достойное денежное довольствие. Обеспечение вещевым и продовольственным имуществом. Полный социальный пакет. Возможность получить жилье. Обращаться в военный комиссариат по месту жительства. Или в пункт отбора на военную службу по контракту. Сегодня в России отмечается День Матери. Уважаемых жителей Карачао-Черкесии с одним из самых значимых праздников поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. С матерью связаны самые светлые и счастливые воспоминания человека. Только мама принимает нас такими, какие мы есть, дарить свою любовь и заботу. Примите слова благодарности за ваш материнский подвиг, за детей, воспитанных вами, за ежедневный кропотливый труд. За последние годы в Карачао-Черкесии проделана огромная работа по поддержке материнства и детства. Это комфортные детские сады и школы, возможность заниматься всесторонним развитием ребенка и получить качественные медицинские услуги. И социальные поддержки. И эта работа будет продолжена, потому что поддержка материнства и детства – один из главных приоритетов государства. В Оркин-Шахаре состоялось торжественное открытие передвижного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма под символичным названием «Лаборатория безопасности». Его цель – формирование у детей культуры поведения на дорогах и профилактика ДТП с юными участниками движения. С подробностями Мурат Жанкезов. Федеральный проект «Лаборатория безопасности» реализуется совместно с Госавтоинспекцией МВД Российским Союзом автостраховщиков при поддержке Министерства образования и Министерства транспорта Российской Федерации. Карачаево-Черкесия стала первым регионом СКФО, принявшим эстафету. Выступившие на торжественном открытии отметили то, как важно сформировать у детей и подростков культуру поведения на дорогах, даже в самых отдаленных уголках республики. «Данная лаборатория безопасности будет выезжать во все муниципалитеты нашего субъекта, во все образовательные организации. И там, где сегодня нет возможности создать автогородки, такой автогородок приедет сам в каждую образовательную организацию. Мы очень надеемся, что та профилактическая работа, информационно-разъяснительная работа и с нашими детьми, со школьниками, студентами, с преподавателями, с родителями позволит привести к сокращению нарушений на дорогах наших». Целью программы «Лаборатория безопасности» является снижение числа аварий с участием детей и формирование дисциплинированного поведения юных участников движения. Она предусматривает полное вовлечение ребят в процесс осознания опасностей на дороге, воспитания личностей, соблюдающей правила дорожного движения и владеющей культурой поведения на дороге. «Выражая позицию управления ГИБДД, мы надеемся, что открытие вот этой лаборатории безопасности на территории Карачаева-Черкесской республики – это такой беспрецедентный шаг впервые в истории Карачаева-Черкесии, позволит вывести на принципиально иной, более высокий уровень образования, которое получают наши дети». «И то, что у нас даже по сравнению с прошлым годом сейчас снизилась на 50% аварийность с участием детей до 14 лет, я не сомневаюсь, что в следующем году мы, подводя итоги, увидим, что аварийность с участием детей снизится еще намного». «Сама лаборатория безопасности размещается в автомобиле «Форд Транзит», внутри которого есть все необходимое для проведения занятий. Уникальность программы заключается в доступной подаче информации, широком охвате аудитории и мобильности программы. Центр, открывшийся в агроколледже, научит детей ориентироваться в транспортной среде и даст возможность осознать всю серьезность своей роли в дорожном движении». В ауле Гирюльдюк из Джигутинского района полным ходом идет строительство современной школы. До этого ни одно поколение было вынуждено ходить в старую, расположенную в здании 1925 года постройки. На данном этапе активно ведутся строительные работы фасада здания. С подробностями Алихан Лепшоков. Спустя почти столетия здесь, в ауле Гирюльдюк, строится новая современная школа на 165 ученических мест, отвечающая всем современным стандартам образования. Строительство школы идет быстрыми темпами. Новое здание строится по современному проекту, в котором предусмотрена вся школьная инфраструктура, учебные классы, актовые, спортивные залы, библиотека, столовая. Сейчас строителями полностью установлен фундамент здания и прикреплены плиты. Под плиты, перекрытие, фундаменты все готовы. Сейчас идет перекрытие плитами и выводим на ноль для дальнейшего работ по кирпичной кладке. И в данный момент еще выполняется вокруг здания устройство дренажа для отвода грунтовых вод. Сейчас более ста учащихся обучаются в средней школе аула Старая Джигута. Для жителей строительства образовательное учреждение является долгожданным событием. По словам строителей, данная школа не будет уступать современным городским, где педагоги и дети смогут организовать учебный процесс с максимальным комфортом. На данный момент мы занимаемся в Старая Джигутинской средней школе. Нас вводят автобусы туда. Никаких трудностей на месте учебы мы не испытываем. Все условия для нас там созданы. В любом случае, конечно, дорога здоровая. Она и утомляет детей. Поэтому спешим, все спешим, и дети, и учителя, поскорее прийти, опять заниматься в нашей современной новой школе. Я бы хотела сказать, что коллектив Старая Джигута относится к нам очень хорошо. Но скоро зима, и поэтому у нас очень трудные дороги, и, наверное, будет сложно ездить каждый день. Я очень не с терпением жду, пока нашу школу достроят. На данный момент выполняются бетонные работы по устройству монолитных регилей. Строители рассчитывают, что в этом году хотя бы провести кирпичную кладку первого этажа здания. Строительство школы планируется завершить к концу 2021 года. Али Халебшоков, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия, Узджигутинский район. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Первого декабря торгово-рыночный комплекс «Европейский» открывается. Новый, комфортный, с широким ассортиментом и специальными ценами. Хутор Хорошевский, улица Шоссейная, 25. Город покупок «Европейский». Все лучшее в порядке вещей. Изготавливаем ворота, навесы, перила, металлические и кованые двери. Выезд, замер и установка бесплатна. Телефон 8-928-787-03-81. Инстаграм «Ворота», нижнее подчеркивание «Умар». Только 29 ноября дорого куплю волосы. Натуральные от 40 сантиметров, крашеные и седые от 45 сантиметров. А также часы СССР в желтом корпусе. Черкесск, улица Лара, 40. Салон «Милашка». В меховом магазине фабрики «Аделина» «Черная пятница». Все цены пополам. Только с 21 по 29 ноября. Пятигорск, Широкая, 117. Ищешь стабильную работу? Военная служба по контракту. Твой выбор. Достойное денежное довольствие. Обеспечение вещевым и продовольственным имуществом. Полный социальный пакет. Возможность получить жилье. Обращаться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту. Весной этого года жители села Нижняя Ермоловка обратились к главе республики с просьбой помочь отремонтировать дорогу на нескольких улицах. Проведен ли ремонт дорог и довольны ли жители результатом, узнавала съемочная группа «Вестей». Живописные уголки Карачаева-Черкесии всегда манили туристов. А Нижняя Ермоловка богата еще грибами и ягодами. Здесь раздолье для тех, кто любит собирать лесной урожай. Тут все есть. Грибы есть, ягоды, малина есть. Загенгирей Сирощёв 20 лет назад построил здесь дом и переехал сюда на постоянное место жительства. Спокойно здесь. Природа хорошая. Очень. Да. Я там-то в квартире жил на Буково. Квартиру продал, построил дом и тут живу. Здесь растет много бузины, но почему-то нашу улицу назвали Алучёвой, улыбаясь, рассказывает дедушка. А с одноименным названием здесь даже две улицы. Вон там через ручей надо было прыгать. А сейчас сделали мост, положили трубу, посыпали, выровняли улицу. Лучше стало, конечно. Сухую, недождливую погоду по этой проселочной дороге можно без препятствий пройти и проехать. Но после дождя и после снега образовывались лужи, и это создавало жителям неудобства. Нижняя Ермоловка входит в состав муниципального образования Даусуцкого сельского поселения, который возглавляет Руслан Лайпанов. Мы заказали 300 тонн щебня, и у нас три улицы. Вот эта улица, параллельная улица и треть чуть дальше. И на это на все ушло 300 тонн щебня. Щебень мы его закупали в Карьере в Хабезе и оттуда возили сюда. А чем она лучше обычно? Она, вот у нас, которая в Должне, она мытая. А эта щебень, она не мытая, она вместе с песком. И она держит, хорошо она держит. По смете было заложено, и мы планировали засыпать дорогу щебнем 5 сантиметров. А в процессе работы решили сделать этот слой еще плотнее, рассказывает глава поселения Руслан Лайпанов. Ведь для каждого жителя важна инфраструктура, особенно в селах, чтобы жизнь была еще комфортнее и позитивнее. В результате неблагоприятных погодных условий около 70% потери урожая в этом году. Однако 40% из них можно было предотвратить за счет внедрения перспективных технологий. Сейчас полным ходом идет строительство системы орошения в Адгихабльском районе. И уже в новом аграрном году растеневоды не будут опасаться засухи. Альбина Ламкова продолжит тему. Сельское хозяйство вносит значительный вклад в экономику нашего региона. И этим родом деятельностью всегда занимались жители республики и достигали хороших результатов. Но в последнее время погодные условия немного нарушили планы тружеников села. А все почему? За сухая зима без снега и град не дают растеневодам получить заслуженный урожай. Они несут убытки. Да и уже в отноводов расходы возрастают вдвое. Так, закупочная цена сена и сопутствующего корма увеличивается тоже. Общество с ограниченной ответственностью Рея также обрабатывает поля в Старокувинске. Как и у всех, из-за сложившихся погодных условий, урожая которого запланировали труженики, не было. И чтобы решить эту проблему, стало необходимым построить ими систему орошения. На сегодня уже насосная станция установлена на современном уровне. И буквально через три недели уже первый этап орошения начнется на площади 182 гектара. Запущены три гидромашин, которые будут опыскивать и одновременно вносить жидкое минеральное удобрение. Это органика очень необходимая для растения. Второй этап орошения состоится в начале года. Он охватит 385 гектаров. Завершатся работа к июню 2021 года. Водоем будет рассчитан на 40 тысяч кубов. Надо сказать, что по объему технология орошения позволит питать почву всех полей в Старокувинске. Мы полностью скомплектовались техникой, людскими силами. Непосредственно, без остановки, подаются строительные материалы, необходимые для строительства. Возводимая сегодня система орошения – это давно забытое старое. Такие комплексы увлажнения почвы в советское время всегда были нормой. И сейчас и к возрождениям растеневоды надеются, чтобы их труд, который они применили для получения хорошего урожая, оправдался. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашубоков, Заурлиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Ады-Хабльский район. Россети Северный Кавказ проводят масштабную работу по замене старых счетчиков на новые. Теперь они будут умными. Что это означает? Где их устанавливают? И всем ли оказывают эту услугу? А также, сколько стоит монтаж нового оборудования? Ну и самое главное, насколько хороша автоматическая передача сведений об израсходованной электроэнергии. Обо всем этом узнавала Альбина Ламкова. Провода цепляют. Разговаривать некогда, каждая минута дорога. В день монтажники по электрооборудованию устанавливают около 40 счетчиков. За два месяца работы уже смонтировали чуть больше 2000 новых интеллектуальных приборов учета. В Карачаево-Черкесской республике Россети Северный Кавказ реализует программу снижения потерь, в которую входит замена приборов учета и реконструкция ВЛ-04. В этой программе участвует Кубанский, Карачаевский, Малокарачаевский район. По этой программе входит не весь объем потребителей, а только те точки, которые имеют большой объем потерь. Сейчас работа по установке умных счетчиков проводится в самом густонаселенном пункте – в ауле Псы Жабазинского района. Здесь проживает более 8 тысяч человек. Специалистам предстоит смонтировать около 3300 приборов и обновить линии электропередачи, установив новые железобетонные опоры. Хозяева домовладения беспокойны. Насколько новые счетчики лучше старых и в чем их преимущество? Как обычно, будет приходить квитанция, где будет ваш расход написан и сколько оплатить. Вот поставят, как заплатим, вот тогда и решим. Хорошо это или плохо, мы еще не знаем. Люди, что не в курсе, что это такое. Потребители должны понимать, что новая система учета никак не повлияет на объем энергопотребления, уверяют специалисты. Нужно сказать, что установка его абсолютно бесплатная, да и в дальнейшем техническое обслуживание тоже будет проводиться за счет сетевых и сбытовых организаций. И, пожалуй, основной элемент интеллектуального прибора – это специальные счетчики. С помощью них можно контролировать расход электроэнергии в своих домах. Кстати, еще ежемесячные показания не нужно снимать. Технология позволяет передавать данные со счетчика энергокомпании автоматически. Речь идет не только о показаниях. Новое оборудование будет фиксировать уровень и частоту, позволяя потребителям следить за качеством подачи электричества. Еще нужно отметить, что объем работ по остановке умных счетчиков большой, а сроки по реализации программы реконструкции распределительных сетей сжаты. Поэтому и работы ведутся каждый день. Это неизбежно влечет за собой отключение электроэнергии на тех участках, где проводится установка. Альбина Ламкова, Рашид Токов. Вести. Карачаево-Черкесия. Абазинский район. Вошли в двадцатку лучших. Народный театр «Инжич» стал лауреатом Всероссийского фестиваля любительских театров, который прошел в Москве. На предварительном этапе они стали номинантами уже в списке самых лучших. Участвовали в галоконцерте на сцене Московского академического театра «Русская песня» Фатима Даурова. Об успехе маленького провинциального, но уже большого театра. Все начинается здесь. Мысль, слово, идея и ее воплощение. Сидя в крошечной комнате за кулиси, актеры Народного театра «Инжич» разработали очередной сценарий, записали выступление на камеру и отправили видео на участие в конкурсе Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов, который проходил в рамках нацпроекта «Культура». Отправили и забыли. На время. Пока они не получили письмо с уведомлением о том, что вошли в двадцатку самых лучших любительских театров со всей России. Встретили нас очень радушно. Было очень приятно и интересно. Столичная жизнь. Вообще-то все так неожиданно. Мы приезжаем и выступаем в лучшем концертном зале города Москвы. Конечно, волнение, конечно, переживание. Но все это было преодолено. И выступили ровно, спокойно, как полагается. И что удивительно, нас встретили на бис. Стоя хлопали, аплодировали люди. Потому что это было очень эмоционально на высоком уровне. Военно-поэтический блок, который представил коллектив Инжича, вызвал восторг зрителей. Стихи были прочитаны настолько проникновенно, что зал взорвался аплодисментами. А выступление Зуриды Койчевой потрясло каждого зрителя до глубины души. Наш успех заключается в том, что именно вот эта Зурида, она прочитала эти стихи с такой искренностью, с таким душевным настроем, материнским чувством, женственностью. Как действительно, что весь зал плакал. После концерта все нас останавливали. Мы говорили, вы Инжич? Мы говорим, да, вот спасибо вам, спасибо, вот такие благодарности. Это самая эмоциональная часть вот этого концерта была, как я понял. Люди очень были довольны, зрители. Ну а сзади еле поспевая, семенила старенькая мать, а пощаде немца умоляла. Найн, твердил он важно, расстреляйте. Нет, она просила, пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня, меня убейте, ну в живых оставьте сыновей. На гала-концерте коллективы исполнили свои лучшие произведения, а также совместные композиции, которые были подготовлены специально для этого проекта. Фрагменты драматических балетных спектаклей, сводные духовые, акробатические цирковые номера. Фатима Даурова, Заур Лиев, Али Бастанов, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаева, Черкесия. В Дамбай открылся новый горнолыжный сезон. В курортный живописный уголок постепенно съезжаются туристы со всей России, чтобы отдохнуть, покататься со склонов и просто полюбоваться пейзажами. Насколько Дамбай готов принять поток туристов и что нового их ждет в этом сезоне? Из «Снежной сказки» репортаж Алихана Алипшокова. Новый горнолыжный сезон в курортном поселке Дамбай официально открыт. Сейчас потихоньку сюда съезжаются туристы, чтобы отдохнуть и насладиться красотой этих сказочных склонов. Здесь созданы все условия для горнолыжного отдыха. Отдыхающих пока не так много. Но тем не менее здесь есть на что посмотреть и прокатиться на горных лыжах и сноуборде. Перед тем, как открыть новый сезон, были проведены технические проверки всех канатных дорог, а также созданы все условия для комфортного отдыха туристов. Проведена проверка канатных дорог, техническое состояние. И полностью и внизу, и в муниципалитет полностью подготовлен. Уборка, расчистка снега, уборка мусора. Мы готовы к принятию гостей. В этом году у нас будет открыта еще одна трасса, достроена горнолыжная трасса. Все гостиницы работают в штатном режиме с теми рекомендациями, которые дал Роспотребнадзор. Вот мы и на третьем склоне. Здесь можно не просто прокатиться, но и купить сувениры на память о Дамбайе. В зимний сезон пользуются особым спросом и особенно в период пандемии целебное вещество от кашля Балхам, которое изготовлено из малых хвойных деревьев, топленого сливочного масла и меда. В основном, конечно, интересуются более теплыми вещами, напитками всякими для разогрева. Ну, естественно, мы их тоже угощаем. Естественно, встречаем, как полагается, народных наших хороших гостей. И все вроде идеально проходит. С января месяца к концу декабря наплыв хороший. Народу очень много будет. Поэтому будет супер, шикарно. Горы – это страсть для любителей экстрима. Каждый год на этих снежных шапках сотни ценителей горнолыжного спорта оттачивают свое мастерство. Эти склоны манят нас, и поэтому мы каждый год приезжаем сюда, чтобы подышать кристально чистым воздухом и полюбоваться этими живописнейшими пейзажами, отмечают туристы. В Дамбайе вообще великолепно, конечно. Красота неописуемая. Сочи не сравнить, сразу скажу. Погода местами вообще, то есть очень изменчивая. Но оно само по себе горы. Вчера прекрасно, позавчера была метель. Жутко, что вообще было склонов не видно. Катались на ощупь. Сегодня тоже великолепно. Так что езжайте все в Дамбай. Все классно, все нравится. Мы уже сейчас на шестом уровне. Вернее, моя подружка туда поднялась. Мне холодно, я осталась. А так очень классно, все нравится. Не знаю, прям и погода, и люди очень классные, все такие гостеприимные. Так что довольна. Кухня, это вообще шикардосная. Мы попробовали хачаны. Естественно, карачаевский. Очень вкусно, все понравилось. Дамбай открыт для всех, кто собирается провести свой активный отдых в краю сказочных и заснеженных гор. Али Халеб Шоков, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия, Дамбай. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание. И пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Берегите своих матерей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова